В преддверии новогодних праздников рачительная хозяйка старается заранее составить праздничное меню, в котором пальма первенства, как правило, принадлежит мясному блюду. Следующий этап – поиски самой лучшей вырезки, галенки или бедра, из которой и будет приготовлен гвоздь программы предстоящего застолья. Кто-то идет в магазин, кто-то на рынок, а любители далекатесов, немудростоя лукаво, идут к охотникам за мясом дикого кабана. Как показывает практика, соблазн удивить гостей оригинальным блюдом оказывается сильнее здравого смысла. Таковым он оказался и для нескольких брещан, сходивших на охоту в этом году. На территории города Брест за остекший период нынешнего года, в отличие от прошлого года, в прошлом году случаев не было, в этом году четыре случая заболевших. Однако мясо было привезено с Каменецкого района, то есть мясо от диких животных, объектов охоты, которое, соответственно, как я и сказала ранее, употреблялось без проведения предварительных лабораторных исследований. За 7 месяцев 2014 года к нам в лабораторию поступили пробы от диких кабанов. В количестве 834 пробы, из них 44 мы выделили личинки трихинелл. Все туши были сожжены под контролем ветеринарной службы. Ветеринарная санитарная экспертиза и трихинеллоскопия мяса – первое, что должен сделать хозяин, прежде чем туша животного попадет на прилавок рынка или домашний стол. На Брестском центральном рынке сотрудники ветеринарно-санитарной экспертизы повторно обследуют мясо животных, поступивших в их лабораторию с клеймом и сопроводительными документами. В лаборатории используются два метода для исследования на трихинеллос. Это компрессорный метод и метод ферментативного переваривания. Переваривание. Оценка ветеринарно-санитарная заключается в следующем. Если в образцах исследуемых мы обнаруживаем хотя бы одну трихинеллу личинку, независимо от ее жизнедеятельности, все мясо туши и субпродукты, которые содержат мышечную ткань, подлежат сжиганию. Домашняя свинья и дикий кабан, нутрия, барсук, а также медведь и лиса. Зачастую именно эти животные являются потенциальными носителями личинок трихинелл, которые затем оказываются в желудке человека. Как правило, примерно через две недели у больного повышается температура, появляются боли в области живота, диарея и рвота. Однако, самый главный симптом трихинеллеза – отек век и дутловатость лица, из-за чего эту болезнь в народе прозвали «одутловатка». Однако, избежать заражения можно, если следовать двум простым правилам. Большая просьба не покупать мясо, где отсутствует ветеринарная клейма. Если мясо бывает в разрубленном виде, пожалуйста, талон лаборатории. И не покупать мясо у продавцов на прилегающей территории, которые торгуют мясом и мясопродуктами. Длительная термическая обработка и, соответственно, соблюдение санитарных условий при дальнейшем хранении в домашних условиях, то есть консервах, домашних заготовок, тушенок и всего остального – это одна еще из мер профилактики. Такой нехитрый тандем правил поможет избавить любителей мясных блюд от такого опасного заболевания, как трихинеллез. В противном случае в погоне за дичью из-под полы новогодние застолья может с легкостью повторить судьбу Гродинского ужина «Горе охотника» и его гостей.